Всем привет из Вроцлава. Сегодня у нас четверг, 28 апреля. Хотя по погоде не скажешь, уже как бы 1 мая, скоро, но здесь прохладно. Простите, что я сегодня в капюшоне, но я просто уже устала носить пальто теплое, поэтому одела легкую кофту, но ветер такой достаточно прохладный, поэтому не могу снять капюшон, чтобы не продуло меня сильно ветром. Так, сегодняшнее видео у нас будет иметь тему «Карта побыта через языковую школу». Я, пожалуй, особо больше ни о чем не буду говорить, а потом еще сниму другое видео по поводу наших вообще новостей каких-то. Так, в общем, что я хотела сказать. Все, кто... Это касается, наверное, больше тех, кто хочет узнать информацию, как бы это все к тем, кто хочет узнать информацию, как мы подавались на «Карту побыта». Да, мы вчера подались на «Карту побыта». Вот, теперь будем ждать письмо и приглашение, точнее, на то, чтобы поставить себе печать ожидающих эту «Карту». В общем, что нам потребовалось для получения этой «Карты», что... Какие... Какой пакет документов мы с собой вчера брали в УЖО. Так, самое главное – это, естественно, засвечение со школы. На срок у нас, на срок два семестра – это год. Вот, и, соответственно, карта у нас тоже будет на год. Вот, первое – это засвечение. Второе по важности – это выписка из банка о наличии средств на счете. Вот, как бы, чтобы не было вопросов, какое количество денег должно быть, я отвечу. Это, если для супружеской пары, то это 660 злотых на месяц, на двоих, получается. А, нет, это на человека. Ну, в общем, если кому-то интересно, у меня есть, как бы, письмо со школы с суммой, но там, в основном, там все вот именно для пары. Ну, в общем, так, немало денег должно быть на счету. Да, получается, всего там в районе 7 тысяч злотых должно быть на счете, как бы, на целый год. Ну, на весь срок обучения, чтобы не было у них вопросов, как вы будете жить все это время обучения, как бы. Потому что у нас сейчас, как бы, одна работа, но виза заканчивается, у нас этой работы не будет. Мы никаких таких документов с работы о зарплате не можем предоставить, поэтому у нас счет из банка. Вот, это второе по важности. Третье, и не менее важное, это страховка. Страховку мы с Пашей оформляли в ПЗУ, или, как в Польше говорят, ПЗУ. В общем, страховка нам обошлась на год 657 злотых с человеком. Вот, в общем, как бы, на двоих, ну, вот, соответственно, как бы, в два раза больше мы заплатили за год. Вот, и, естественно, внесок. Внесок, как бы, есть на сайте Ужонда. Образец. В общем, он распечатывается, ну, для каждого свой, соответственно, заполняете, две копии делаете, и оригинал это все отдается Уженде. Все остальные документы. А, вот, еще, следующий документ, так, страховка, внесок вы распечатываете, заполняете, умова вы на ему, это, собственно, договор аренды жилья. Тоже, как бы, у нас у каждого копия была, и оригинал один на двоих, но так как Паша зашел первым, он взял с собой оригинал, потом оригинал отдал мне, и, как бы, пани, которая сидела там на приеме моих документов, как бы, ну, никаких вопросов не было. Как бы, оригинал чуть позже подоспел ко мне. Вот. Ну, в общем, получается, такие еще фотографии, и все, оплатить, собственно говоря, услуги. Ну, получается, у нас карта побыта по деньгам вышла, ну, оплата этого внеска, внесок это 300, 340 злотых у нас это вышло. В общем, можете посчитать какие-то расходы на все, но зато год, год без проблем. На год у нас будет карта побыта, главное, чтобы мы ее получили в ближайшем времени, ну, как в ближайшем, хотя бы в 3 месяца, чтобы мы вложились, потому что, зная эту информацию, какая сейчас ходит, ну, как бы, реалии жизни в Польше, что люди ждут и по 13 месяцев карту побыта, которая на 12 месяцев. Ну, в общем, ну, в общем, такое вот, такие вот документы нам понадобились, в очереди мы стояли достаточно долго, но мы, как бы, мой совет, приходить туда, как бы, к открытию Жонда, потому что, ну, как бы, потом наплых людей больше идет, вроде чуть потепляло. В общем, приходите к началу, это лучше всего, потому что мы пришли часов в 11, уже, как бы, первое, первое, там, первое количество, первая пачка номерков уже, как бы, было распечатано. Нам сказали, второй заход начнется в час, как бы, билетики можно будет распечатать, очередь только с часу, ну, в общем, я, как бы, поехала там что-то приготовить покушать, такое, чтобы мы на улице где-то покушать, потому что, ну, как бы, целый день мотались со всеми этими документами. Ну, в общем, мы, получается, Паша номерок взял уже около часу, и три, даже, наверное, в начало четвертого мы подошли с нашими документами к этим дамам, которые их принимают. Ну, в общем, вот так вот, как бы, ну, у нас ушел целый день, но оно того стоило, конечно, еще вчера у нас как раз ровно так вот дата была, 27-е, там, мы приехали, ровно три месяца назад мы пересетли границу Польши. И вот таким образом мы отпраздновали, подались на карту побыта. Ну, как бы, такое хорошее достижение, долго к этому шли, долго не могли собрать все документы, и, в принципе, все это сделали, там, в течение нескольких дней. Все, как бы, просто надо было заняться, не было просто времени, ни у меня, ни у Паши, не было времени столько, чтобы это все делать. Ну, в общем, такие вот новости подались, когда там будут какие-то новости, когда получим, конечно, буду вам сообщать. Ну, в общем, сейчас следующее видео сниму, а так всем пока-пока.